Канал Artbell Studio. Здесь будет полно классных короткометражных фильмов, так что все любители искусства должны подписаться. Ссылочка в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Ольга Бузова, и я разбираюсь в футболе, ведь меня жарит футболист московского локомотива Дмитрий Тарасов. Конечно, он никакого отношения к футболу не имеет, но в трудовой книжке написано «футболист» — это самое главное. Итак, был матч с Барсой, и так как там шанс на победу был очень мал, как шанс на победу у Бориса Моисеева в битве против Кинг-Конга, поэтому я проиграл, проиграл по всем статьям. И те, кто желают лицезреть данное побоище, посмешище имени Игоря Акинфеева, тот может зайти на мой твич, и там, видимо, сохранилась, наверное, до сих пор запись, там матчи были. В ответке я сыграл немного успешнее. Да, проиграл, но там нас опять возили. Но все это не важно. Я, в принципе, особых надежд не лелеял. Кстати, ЛЧ Реал затащил. Да-да-да-да-да. По пенальти учился, они победили. Вот. Но я стал чемпионом России. И остался последний официальный матч сезона, и все. Мы летим в Куршавель, потом на Мальдивы, жарить диких мальдивянок, вот, обливаться кокосовым молоком, смотреть клипы Мразиша и балдеть по полной. Но впереди важнейший матч. Это финал Кубка России. Я еще ни разу в Кубке не побеждал, но до этого уже был дважды в финалах. Это уже третий финал. Вот. Я стал чемпионом России. И что самое интересное, что самое интересное, я два года подряд набираю равное количество очков и абсолютно одинаковые результаты. То есть 20 побед, 8 ничьих, 2 поражения. То же самое в этом году. То есть стабильность, признак чего? Признак моей охуенности. Итак, матч с Териком. А после него я побыстрее подведу итоги по составу. То есть кто молодец, а кто гандон, кого мы там собираемся продавать и все такое. Итак, матч с Териком. Давайте-ка выставим основу. Я думаю, что это будет изи вин, но возможно, возможно на поле выбежит Ахмат Кадыров, в руках с гранатометом даст поебальнику Акинфиеву и оформит хитрик тем самым. Поэтому есть некая опасность, поэтому стоит уплотнить нашу защиту. Жаль, нет, в составе нашего единственного Кавказа, Салан Загой, он бы мог как-то этому противостоять. Но видим, что он сломан. Что там с ним случилось, кстати? У него разрыв икроножной мышцы, но видимо что-то очень жесткое, потому что он уже давно болеет. Удачи ему. Так, Эльм и Телеманс на краек наш неугомонный Супер Ротарио, где он здесь. Тут такой же лимит, как в Чемпе. Я помню, раньше был другой лимит в Кубке, там было только 6 легионеров. Ну вообще, честно говоря, тема с лимитом просто меня уже заебла. Вот эти вот старые наши управленцы, там Мутко и прочие, те кто постарше, совсем выжили нахуй из ума. Потому что, ну, лимит нахуй никому не нужен, откровенно говоря. То есть это какая-то чушь полнейшая. То есть благодаря лимиту всякие деревянные Камбарова и прочие ошметки сброд футбольные получают огромные бабки на уровне звезд европейских и радуются жизни. Вот. В то время как мы не можем, не можем ничего со сборной. Да и кубки стали все хуже, не кубки, клубы все хуже и хуже в Европе выступают. Так, ты будешь чистым форвардом, если ты помылся перед матчем, чистый форвард. Кстати, Энрикес под конец заиграл. Видите, вот 9-1, 9-5, 7-1, ну да, два провальных матча, потом 7-8. В общем, он начал таки играть. Футбол под конец, а не балду пинать за 110 тысяч в неделю. Так, замены, замены боссу. Так, Щенников. Ну и, наверное, Васин и наш новичок Шадрин. Тоже про него будет что в конце сказать. Определяемся с заменами, коих у нас всего 7. Поэтому я этого бито. Уж не знаю, зачем я его взял. Он просто такой дерьмоед. Он даже толком-то не прогрессирует. Он отстойнейший футболист. Он даже за дубль забил всего 1 гол в 11 матчах. Поэтому я думаю, что, скорее всего, я с первым же пароходом отправлю его обратно в Бразилию. Пусть там дальше ебятся обезьяны и занимаются прочими вещами противозаконными. Не знаю, там торгуют наркотиками. Чем еще зарабатывают бедные бразильцы. Так, надо определиться самое главное с заменами, чтобы потом не проебаться. Так, Роху нам пригодится. И, наверное, Магомед Аздоев тоже. Особенно в матче против Терека. Состав Грозницев очень опасен. Есть явно какая-нибудь огромная негрила. Нет, очень миниатюрная негрила. Причем скиллы очень даже неплохие. Че это за страна такая разноцветная? Уж не пидорасы там живут. Габон. Ну, хоть не Ганда. Опа. Абумьян как-то с Зарял уже играет. Ничего себе, что-то такого я не ожидал. Какая-то смесь Пейганамина и Обамы на меня сейчас смотрит. И, сука, огромная щель межзубов. Скиллы, честно говоря, просто отстойнейшие. Просто отвратные. Охрененно плохие. Уж не знаю, за что такие бабки. Он какое-то бревно-бегунок бесполезный. За 45 миллионов. И он не играет, господи, боже мой. Реалу вообще по ходу бабло некуда девать. Габон или миллион человек там живет. Даже в Габоне рождаются Абумьянги. А в России рождаются одни бревнянги. По типу Кокорина и прочего говна. Так, ладно. Надеюсь, что мы сегодня затащим. Видим, что Терек в не самом лучшем расположении духа. Так, в этом сезоне я дважды их уже... Дважды их уже обыграл. Почему-то, как я заговорил о фанатах, Шадрин приуныл. Ну, уж не знаю, что он... Возможно, они скандируют там что-то обидное в честь этого игрока. Потому что... А нет, все, видите, я взбодрил. Водушевилова сказал, что не зря ты получаешь такие бабосики, чувак. Ну, кстати, бабосики для такого чувачка, которому 18 лет, очень даже солидные. Поэтому погнали. Я... Так, матч. Матч. Я поставлю... Не расширенный, а ключевой момент, чтобы матч был покороче. Чтобы я успел еще и про футболистов сказать. Так, Уциев с мячом пас на Иванова. Конечно, очень интересный момент будет. Ателеманс с мячом. Пас на Жюжангонга. Тот на Энрикеса. Энрикес идет и дает пас назад. Просто потрясающий пас в стиле... Я не знаю, чего угандошного игрока. Потому что в нормальном расположении духа никто таких пасов не даст. Так, что-то подлагит. Надо, наверное, мне браузер прикрыть. Я возвращаюсь. Так, прошло 6 минут. И вот, надеюсь, первый момент. Жюжангонг навешивает. Васин, ну, гол. Так, все. Не знаю, там какая-то вакханалия была. Этот мелкий негр умудрился попасть по мячу и затолкать его себе в ворота. Не знаю, что уж делал чувак с ростом. Метра 66. Плеймейкер на угловом. Что он там делал? Видимо, какой-то дилетантища просто. Управляет сейчас Тереком. Давайте-ка узнаем, кто сейчас им их тренирует. Кто тренер Терека? Какой-то, наверное, нубас. Меодрак Божевич. Я знаю, что он очень высокий. У него рост под 2 метра. Думаю, что даже он сыграл бы удачнее на этом угловом, чем этот Канга. Ну, что ж, что ж. 1-0. Тем не менее, мы повели. Ротарио во всаде. У него за сезон 19 голов. И очень хотелось бы увидеть 20-й гол. Но пока что я вижу шикарный газон стадиона в Волгограде. Это полянка, так полянка. На ней бы разгуляться. Так, что там по стате? Ну, по стате мы полностью переигрываем Грозницев. Так что кубок уже почти у нас в кармане. Конечно, он не особо важен, но как бы приятно. Навес. Ротарио. И вот он. Вот он, дорогие друзья. 20-й гол Дорина в сезоне. Просто великолепный Дорин. Как же он в этом году хорош. Он из года в год все лучше, лучше, все краше и краше. Прям не нарадуюсь. В свое время это был рекордный трансфер. Там 15 лямов. Там все мне говорили, Антон, ты мешок. Но что же творит Дорин? Вы скажете, ха, гол в пусты. Но это мастерство. Это мастерство. Итак, первый тайм подходит к концу. Босс получил травму. Не страшно, залижет. Васин. Штанга, штанга. Все упали. Там, по-моему, четверо или пятеро сейчас валялись пузом вниз. По-пластунски. И в итоге мяч просто подумал. Да, ну, яких пидоров валяющихся. Дайте-ка я втихаря в стиле колобка укачусь. Я у бабушки, я у дедушки, я у педушки. Так, первый тайм. Давайте попробуем в контроль мяча сыграть. Возможно, это еще больше нам поможет. Ну, вот о чем я и говорил. Я стал доминантой в России. То есть, всех ябу как хочу. Так, я доволен. Все заебись. Все хорошо. Жизнь прекрасна. Второй тайм Грозов пас на Канга. Канга, ну, как, что он сейчас сделал? Прям в стиле вчерашнего матча за суперкубок России. Где Халк пнул мяч от Юсупова вместо того, чтобы бить штрафной. Канга на Иванова. Пляскин. Пляскин на Рыбуса. Рыбус на Кангу. Канга сегодня вообще ужасно деревянный. Пляскин. Пляскин на Канга. Канга на Рыбуса. Рыбус. В центр Иванова. Какие-то прямо кружева. Кружева. Владикавказский. О, Влади... Грозненский. Как же я могу это попутать? И момент. У Цаврич. Цаврич бьет. Акинфеев выручает. Васин. Выбейте. Молодцы. Шадрин. Вынес. Нет. Надо явно играть в атаку больше. Депай. Мяч подхват. Он сегодня совсем незаметен. И это... О чем говорит? О том, что он перед матчем что-то сожрал. Элем бьет. Мяч как-то странно. Телепортировался в руки Охеде. Возможно, он родня Копперфильда. И чем-то обладает таким. Так. Депай. Ты сегодня не очень. Поэтому... Блин, а я Зивковича не всунул. Поэтому давайте-ка сделаем вот так вот. Сарабия заслужил того, чтобы с этого матча сыграть. Цаврич. Цаврич пас на Пинц. Или Пирец. Или Пинц. Или Немец. Или Мразь. Пирец пас на Грозова. Грозов. Грозов. Да что же вы делаете с нами-то? Рыбус. Пробил. Неплохо пробил, кстати, да? Так. Что-то теперь-ка совсем... Мы прям это распустили. Их они начали атаковать. И даже дважды пробили. Васин опять выносит мяч. Канга. Канга. На Иванова. Иванов на Цаврич. Цаврич на Пирец. А Пирец. Что же будет дальше? А дальше он просто потерял мяч. И Васин... Васин какой-то сегодня вообще какой-то весь зашуганный. Вечно выбивает мяч. Очень так нервный и истеричный. Возможно, перед матчем он нервничал очень сильно. Уж не знаю, что с ним приключилось. То есть, вроде бы, настроение у него какой... Уверенный. Уверенный. Спокойный даже, можно сказать. На вес Инрикес можно было бы и получше. Васин скидывает на Сараби. Сараби нагружает на Эльма. Элем не прыгает. Возможно, принципиально он это не делает. Канга. Канга. Канга стоит. Это просто какая-то потрясающая школа. Это... С какой-то там страны Джибути или... А, Габонского футбола. Стоять на месте великолепно. Я с ним согласен. Возможно, по таким вот конспектам Габонского футбола преподает нашим футболистам Капелло в сборной. Потому что они тоже любят... Ну, отдай на Сарабиу. Ну, на Сарабиу. Хорошо. Можно третий забивать. Красавец. 3-0. 3-0. Просто лучший. Прям даже, честно говоря, глазам не верится. Потому что... То, как наша команда играла буквально год назад. И как сейчас, это просто небо и земля. Тогда вечные какие-то пожарища. Какие-то огни. На Бабкин, который вечно... Его просто хлебом не кормить. Дай где-нибудь упасть без дела. Поваляться на поле. Отдохнуть, бедняга. Но в этом матче, в этом сезоне мы просто всех насилуем, как хотим. И кубок уже прям вот почти наш. Я прям вижу, как не подносит его роскошная, сисястая черлидерша. Я ее лапаю, и мы уходим с ней в потрибунное. Так. Уциев обещает, что больше не будет. Не знаю, что он там делал. Мирись, мирись, мирись. Все довольны. Так, можно сделать еще пару замен. Выпустим Каме Абаева. Ну, пусть Жава Павлова сыграет. Возможно, он наконец-таки забьет свой первый гол в России. А то он только в Лиге Чемпионов забивает уже последние три года. Так, что у нас тут? У нас 80-е на встрече. 81-е. Ахеда уже без каких-либо надежд дает пас Уциеву. Уциев, Уциев, Уциев. Опытнейший Уциев. Обманул Сарабину. Сарабия его... Нет. Сарабия купился на этот обман. Рыбус. Рыбус с мячом. Бежит, бежит поляк. Нагружает штрафную. И... Кан... Это... Все-таки пропускаем. Все-таки пропускаем. Там Дика насрал вот из нашей защиты. Сейчас посмотрим, кто это был. Узнаем, кто же это. Яков Лешадрин. Кто получит после матча? Ата-та. Вот. Пошел мяч. И... Ну вот сейчас Шадрин мог бы, конечно, успеть. Но Тома Кенфеев просто самоотверженно сыграл. Отбил. Мяч попал в перекладину. Потом в поле. И... Вася! Ну почему же сейчас ты не сыграл в стиле... Ебаной истерички не выбил мяч подальше. Гуйлор Канга сегодня просто герой. И там забил. И тут почти забил. Молодец. Будет о чем рассказать в Габоне. Потому что мне кажется, там вообще нихуя не происходит. Габонские новости. Сегодня нашего короля съела бабуин. Я не знаю, что еще может случиться в Габоне. В стране с населением миллион человек. Это как две тулы. Гениально! Это, блядь, это что такое сейчас было? Элем? Я, конечно, все понимаю. Там напекло все дела. Но что это такое? Что это за штрафной? Есть такой видос. Как штрафной исполнял Давид Писаро. Вот. Там что-то было в таком же стиле. Можете на ютубе заценить. Итак. Победа. Увернейшая победа. В каждом матче этого сезона забивал Тереку по голову Дорин Ротарио. И мы все довольны. Идем в пельменную. Вот. Джужан Конг, даже игрок матча, как ни странно, идет он не в пельменную, а в собачную. Пирец был ключевым игроком, но не оправдал надежд индейц. Так. И сейчас по составу. Давайте-ка пройдемся. Так. Хотелось бы побыстрее все это. Конечно, это кружащееся очко анус сатаны меня очень привлекает, но хотелось бы и побыстрее. Но зато можно узнать потрясающую новость, что руководство команды, все, уже это не важно. Так. Состав команды. Сезон был более чем удачный. Я думаю, что теперь Гиннер даже не подумает о моем увольнении. Чемпионство, кубок и 1-4 лиги чемпионов. Так. Состав. Игорь Кенфеев. Ну, само собой, это номер один. Бесспорнейший. 16-х матчей. Ему 31 год всего. Это легенда. Я вам не перес, чтобы своих легенд выбрасывать в какие-то там порту и прочие команды. Поэтому Игорек еще лет 5-6 спокойно у нас будет играть. Хосе Босо. Сыграл 36 матчей. Конечно, не очень здорово обострял. Всего 2 голевых за сезон. Но в целом играл очень ровно. Фланг не пожарил, поэтому мы его тоже оставим по-любому. Щенников. Это тоже железный игрок основы. Он почему-то столбик техники не особо прокачивает. Но, в принципе, ему хватает. Он сыграл 35 матчей. Тоже очень мало почему-то пасов. Вообще у него что-то крайки какие-то непродуктивные. Но это не страшно. Так, дальше у нас идет кто? Наш многомиллионный трансфер. 32 лям отдали за этого чувака. И он сыграл, конечно, как отброс. Какой-то пизданок. Потому что за такие бабки всего 15 голов за 34 матча. Учитывая только с кем он играл. Там всякие Тереки, Лучи, Волги и прочие. Конечно, я ждал от него побольше. Но, в целом, в целом, в целом. 15 плюс 7. Не так-то себе плохо. Если он сыграет получше в следующем году, будет здорово. Я его тоже оставляю. И вот наша суперзвезда Дорин Ротарио. Двадцатник положил 7 голевых в 35 матчах. Просто лучший результат. Так, нельзя мотать так. А, нет. Давайте так будем мотать. Так, Сарабия. Сарабия. Для фри игрока просто шикарен. 22 матча. 4 плюс 8. Охрененно. Один из лучших распасовщиков. Плюс он, можно сказать, даже третий игрок с краю. Потому что там у нас идет кто? Ротарио. Депай. Потом Зивкович. Только потом уже Сарабия. Так, дальше. Щеникова мы уже видели. Шадрин. Тоже парень перспективный. Там, я помню, был до сих пор... Момент такой был в Кубке России. Я его до сих пор помню. Там, короче, мы играем с лучом. Конечно, луч. Потрясающая команда с быстрейшим нападающим. Там, в общем, один из напов луча убегал один на один. Но Шадрин просто как флэш за ним успел. Дал ему по ногам. Поднялся. И догнал мяч. В общем, я этот момент запомнил. Поэтому, Арсенька, ты наше будущее. Дальше. Телеманс. Честно говоря, меня совсем не радует. Всего три голевых. Для его скиллов это просто отсосный результат. Надеюсь, что прибавит. Прибавит Юра. Так. Виктор Васин. Почему-то мало матчей. Наверное, лечился. 29 матчей. Три гола. Довольно-таки неплохо. В принципе. У нас большая ротация в защите. Поэтому не так много он сыграл. Жан Хонг. Получается, 34 матча. Тоже я им недоволен. За такие бабки можно было, конечно, и получше этому с Бокоеду играть. Дальше смотрим. Зивкович. Поравел потрясающий сезон. 9 плюс 9. В 28 матчах. Это очень здорово для его позиции. Плюс он не основной. Абаев. Тоже все очень у него здорово. 5 плюс 7. 24 игры. Молодой. Перспективный. Все дела. Я в него верю. Это наше будущее. Акинфеево мы уже видели. Серж Орье. Я им не особо пока доволен. 10 матчей. Но это игрок с заменой. Хотя, конечно, за такие бабки. Игрок с заменой. Вы скажете, Антон, ты с жиру бесси. Ну, что ж поделать, если есть бабки. Надо их тратить. Так, это говна кусок. Это тоже самое. Чисто для заявки. Так, Мартин Белик. В том году он играл просто здорово. 9 матчей. 5 голов. Я думаю, что это будет чуть ли не игрок основы. Но видим, что в этом году 19 матчей. 4 гола. Причем 3 из них. Это было в последнем туре с Краснодаром. Он там отгрузил трешку. Вот. Дальше Хосе Босса мы уже видели. Депай провел не самый однозначный сезон. С одной стороны, он лучший распасовщик. С другой стороны, он очень мало забил. В том году он забил 14 голов. В этом году всего 3. Уж не знаю, что он так сдал. На улице. Кого-то убивает. Но у меня дела поважнее. Итак, Дьяков. Дьяков, который... Какой-то геноцид творится на улицах. Дьяков сыграл очень хороший сезон. На 7 и 13. Очень здорово. Я им доволен. Хотя еще пару лет назад я готов был его закопать нахуй. Дальше. Дзагоев. Ну, честно говоря, играет очень слабо. Мне он не нравится. Но он спортист. И, в принципе, не особо выебывается по поводу зарплаты и прочего. Поэтому пусть играет дальше. Так. Расмус Эльм. Вот его. Я не знаю, продавать или нет. С одной стороны, он старый. Ему уже 30-ник. Но скиллы хорошие. Играет очень здорово. Так-то. Вот. У него... У него... 5 плюс 5. В принципе, неплохо. И здорово он взаимодействует именно с Телемансом. Наверное, они скорешились. Так. Это мы уже видели. Жао Пауэлло. Это просто отсосок. Один с матчей. Но 2 гола, между прочим. До этого он не забивал. А матчей 25, по-моему. Вообще он какой-то не забивной. Хотя скиллы у него, в принципе, такие не слабенькие. Так. Никита Корзун. 13 матчей. Один пас отдал. Ну, что сказать по нему. Единственный опорник в команде. Чистый опорник. В принципе, он нужен. Нужен нам. Такое для некоторых матчей. Так этот чувак был в аренде. Маркович тоже не провел толком ни одной игры. Он разве что вышел в матчи с Барсой. И там дико обосрался само собой. Хотя, как мог обосраться двухметровый мужик при виде Месси. Это просто смешно. Миша. Миша, Миша. За него давал Милан сумасшедшие бабки. Но я отказался. И, в принципе, Миша доверие оправдывает. 8 плюс 7. Для молодого игрока это очень классный результат. Но хотелось бы, конечно, увереннее. Но я часто его использую именно как правого полузащища. Дальше Лукаш. Лукас Алаца. 17 матчей. Ни одного голевого паса. Не знаю почему, но мои крайки. И очень плохо в атаке действуют. Так. Магомед Аздоев забил всего один гол. Но какой гол? Это был гол красавица. Возможно, те, кто был на стриме, помнят. Тут Галешник. По-моему, забил он его Рубину. Так. Маркос Рохо. 30 матчей. 3 гола. В принципе, играл ровно. Но хотелось бы побольше. Потому что у него скиллы пиздатники. Но он часто-часто засирал. Так. Дальше у нас кто? Ротарио о нем уже говорили. Сарабия говорили. Ну все, дорогие друзья. На этом сезон закончен. Я пока не знаю, кого покупать. Мне, в принципе, нужен хороший опорник. Топовый. И даже не знаю, кто. Даже не знаю, кто, если честно. У нас такая проблема. Потому что мы по фейерплею финансовому проебались. И я не знаю, какие будут санкции. Возможно, к нам в офис ворвется плотини с дубиной. И запихает ее мне по самые помидоры. Но если все обойдется, то будет трансферная компания. Я думаю, активная. Кого-нибудь продадим. Кого-нибудь прикупим. Кого-нибудь в аренду сдадим. В общем, посмотрим. На этом всем удачи. Всем пока. С вами был я. Нет. С вами была я, Ольга Бузова. Ставьте лайки мне. Я вам покажу сиськи. До встречи. Пока.